Украину бросили. Павел Шепелин в живом журнале за 26 мая 2022 года. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк вдруг разоткровенничался. Не знаю, что его на это сподвигло, но свою боль и обиду в интернет вылил. И мне кажется, на этом снимке он как раз находится в процессе творческого созидания. Вот что главный пиарщик Зеленского написал вчера в своем телеграм-канале. Про российские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову. Еще вчера на информационной повестке дня было исключительно нефтяное эмбарго и российские военные преступления. Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую адженду типа план. Прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Чего только не предложишь, чтобы защитить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и восстановить бизнес с Россией. Мы же хотим вернуть старый довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы. В некоторых западных глазах можно прочитать буквально такое. Подоляк в этом контексте меня совсем не интересует. Ему придется хорохориться, даже когда наши войска войдут в Киев. Работа такая. И правда к тому времени призывать биться до последнего украинца он будет из Львова, конечно. А после Львова, видимо, из Варшавы. А вот европолитики, которые давят на режим Зеленского, это для меня новость. Не думал, что ребята действуют параллельно. Публично призывают к войне, а за закрытыми дверями требуют меры на российских условиях. Просто таки бросили Нэньку на съедение агрессору. Подоляк абсолютно прав. В Европе эти русско-русские разборки мешают жить в комфорте. Да и какая нашим западным партнерам разница, как Россия поделит собственную территорию, случайно отвалившуюся от метрополии при странных обстоятельствах. Воевать за чужие земли, бергеры и рантье ни за что не будут. Им бы дом потеплее, бензин подоступней, да еда подешевле. А вот если все это радикально подорожает ближе к зиме, то смести свои правительства мещане европейцы вполне могут, опять же, из-за пагубной привычки к комфортной жизни. Можно сказать, что политики, давя на невмеру развоевавшуюся незалежную державу, бьются за собственные интересы, то бишь кресла. Украина 30 лет падала в затяжном прыжке в загребущие Евросоюзов с канатовские руки. И вдруг, вот ведь неожиданность. Россия пришла за своим. На Западе покумекали, посчитали деньги и пришли к единственно правильному выводу. Придется вернуть, ничего не поделаешь. Знает кошка, чье мясо съела. Украину бросили. Павел Шапелин